с чудесной возможностью, потому что вы пришли на встречу к нашим большим лидерам, которые вас научат как не просто самостоятельно путешествовать, а как расходную часть перевести в доходную. Это действительно большие лидеры, и уже не только в странах СНГ, у них международный бизнес. Мы гордимся, потому что это наша спонсорская линия, самая лучшая и самая успешная. И я хочу, чтобы вы очень тепло поприветствовали. Прежде всего, это оплатены основатели Сергея Тишко и его супруга Елена. И сегодня у нас в гостях первая платина Казахстана. Очень успешный лидер Сивара Теляева. Приветствую! Я еще раз попрошу, кто еще не поставил свои телефоны на беззвучный режим, сделать это, чтобы мы никому не мешали. И я предоставляю слово Сергею Тишко. Пожалуйста. Я так предполагаю, что из-за сильного волнения Лариса забыла представить еще одного человека, который не местный в Ростове, но местный в этой области, потому что в этом регионе это первый золотой, это Светлана Асасина. Я хочу вас сюда пригласить. У нас проходят мероприятия постоянные, и я понимаю, что за новичками это может быть непонятно, но сколько здесь партнеров? Партнеров? Ага, партнеров поднимите, которые... А кто был в Минске, вот в ближайшее событие, да? Помните, там я вызывал вот таких золотых на сцену, и кто там привез больше всех людей, мы говорили, что для них будут определенные подарки, мы даже обговорили, какие. И я еду в регион, в Дуброво, ко всем приехал, мы привезли эти подарки. Мы так их не дарим, но мы дарим, когда приезжаем в тот регион. И Светлана вошла в пятерку тех лидеров, которые привезли больше всего людей на Минское событие, потому что это было открытие цикличного бонуса, это было очень важно, это был поворотный момент компании, их там пятерых мы насчитали. Больше? Нет, пятерых мы насчитали, я помню хорошо, потому что я дарю, я знаю столько. Я дарю. А я на этом событии просто сказала о том, что мы в этом бизнесе, и этот бизнес для нас больше, чем бизнес, потому что эти люди, это для нас реальная семья. И вот чем я люблю этот бизнес, потому что благодаря этому бизнесу мы имеем партнеров, друзей по всему миру. И неважно расстояние, вот Севара с Казахстана, Светлана с Ростова, с Таганрога, у нас есть с Москвы, с Украины, и неважно расстояние, мы видимся часто, мы общаемся часто, мы строим бизнес-планы, и уже отдыхаем в семьях. Я достану, что здесь, а то скажу. Да. Это правда. То, что ты хотела. Ого. Это папочка, это мамочка. Это продолжение семьи. А что надо делать, чтобы такие подарки? Я расскажу сейчас. Светлана в нашей жизни сыграла очень важную роль. Она первый человек, первый дартнер, который... Когда говоришь, что он выкладываешь меня с таким рутом. Все, хорош. Светлана сыграла очень большую роль в нашей жизни. Мы приехали, ехали в Ростов, и заехали к ним в гости в Таганрог, мы их знали, да? И мы, так посильные, ненавязчивые, но как-то рассказывали, несколько дней получилось, мы видим, что они в проекте, не проявляют сильный интерес, но как-то мы умудрились так рассказать, что они приняли решение. Это первые наши лидеры. Практически первое золото в России в нашей команде стало. И Светлана добилась уже хороших успехов. И я думаю, что это первое платье. Да. Я превоскресею, даю слово, что я в ближайшее время, 19 ноября, я становлюсь платьем. Ого, блин. Браво. Ну, да, да. Это сейчас недолго осталось, поэтому... Поэтому вернуть какое-то хочется сделать. За все, что здесь происходит, я специально ее вывел, чтобы знали, что происходит. Да, да, да. И мой вам совет, когда вы хотите чего-то достичь в жизни, вот так вот официально на публику, говорите об этом, потому что не будет обратного хода. Тогда вы же на ряду. Поэтому всем этого желаю. Может, такое 19-е. Расскажите, что такое. А, вот, заинтриговала. Потом все время. Я подкорректирую. На этом же событии произошло еще такое маленькое событие. Я очень редко там в социальных сетях выезжу. Но перед Минским событием было очень много вопросов, бурное обсуждение нового ввода, вот этого коренного такого поворота. И я как-то полдвенадцатого ночи чата много, и случайно видел в чате что-то писанина какой-то, и чат такой пик-пик-пик-пик. Ну, я, конечно, обратил внимание. И я смотрю, там Лариса Иванова, тоже ваш лидер этого города, пишет, что «Ой, мне остался там один пакет». Осталось два дня до события. «Мне остался один пакет двойного клубного лидера, я так хочу быть двойным клубным лидером». А я так редко пишу, пишу. «Алеш, тебе мешает?» Она говорит, «Я встану». Она говорит, «Ну, хорошо, с меня дадай подарок, если останешь». И она приехала в Минск с двойным клубным лидером. Ей-то надо немного было доделать, и за базар надо отвечать. Я пообещал ей, что я не подарю ей макбук, потому что это было только для золотых, но где-то какой-то подарок сделала. Я у Светы спрашиваю, что дарить, но так, отец, не забыла карточку? Она у Светы была со мной, сейчас я на стороне. Ну, скажи, где ты еще такая, что в нужные моменты с тобой нет карты? Она к концу будет, к концу встречи. К концу встречи? Ну, там будет, зайдешь, там лежит 500 долларов, твой подарок. Она хорошую работу сделала, такой реальный рывок. Я знаю, что это не просто в последний день, из последних сил, когда уже чемоданное настроение, взять и сделать то, что ты хочешь. Спасибо большое. У нас спонсоры очень щедрые, нам очень сильно поразило. Нет, нет, давай не надо, не надо обнадеживаться. Да ладно, ладно. Хорошо. Итак, добрый вечер. Меня зовут Сергей Тишко, я из Украины. В этом проекте я этот проект представляю уже четвертый год. Третьего, нет, 8 января отпраздновал трехлетие и благополучно подъехать к четвертой дате своей работы с этим проектом. Бунин когда-то написал, что человека делают счастливым три вещи. Вам видно, что? Какие вещи делают нас счастливыми? Как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим? Правильно? Злайник, правильный год. И о возможностях, и о интересной работе. Совершенно верно. Мы начнем вроде как о путешествиях, но их можно использовать и как интересную работу, а можно использовать и как возобновление любви в разных проявлениях. Потому что, когда вы приезжаете... Лариса, на каком там этаже бассейна? На 57-м. Когда вы приезжаете в отель, где кровать 3,5 метра, и на нее такая тумбочка стоит, на которую надо залезть только благодаря этой подставке, и когда ты купаешься на 57-м этаже, то как-то любовь становится краше, и цветной. Как-то не такой, как он на буденные годы, когда затянувшийся такой, да? Поэтому путешествия и отдых влияют на это, на устраивание отношений, в жизни что-то происходит. Мы сейчас уйдем в маршрутах, и я коротко постараюсь максимально, потому что понимаю, что жарко. И у меня сейчас задача разделена, я служу максимально подачу информации, потому что я сегодня уезжаю, у нас осталось несколько дней до окончания очередной акции компании, их всего было 2 за 3,5 года, но это все равно очередная. И мне нужно было бы... Я понял, что вот работая в отеле, я понял, что не все люди до конца поняли саму акцию, нужно, может быть, пройтись будет по маркетингу. Поэтому я попрошу... Я успею, быстро выложу информацию, вы зададите мне вопросы. Сколько у нас времени в зале? Ну, успока. Уже 20 минут прошло, причем не помыли. Два часа, да? Два часа, да? Ну, я думаю, за 30 мы уложимся, еще за 15 ответим на вопросы, кому неинтересно уйдут, а мы поработаем дальше именно уже по маркетингу внутри, кому интересно, не обязательно это партнеры, кто хочет выяснить для себя какие-то данные. Итак, что происходит на рынке туризма? Рынок туризма смещается в онлайн. Офлайновому рынку 200 лет. 200 лет. В 1854 году Томас Куб когда-то сделал первый тур и прописал истинный групповых поездок. До сих пор, на улице 2016, тем, что он написал в 1854 году, до сих пор пользуется. Он первый сделал туристическую групповую поездку, первый внес туда правила питания, экскурсионные группы, и до сих пор, ну, Томас, сколько вы знаете, может быть, кто-то слышал, до сих пор это гигантская, гигантская компания, снабжающая людей именно туристическими пакетами. 200 лет оффлайновому рынку. В 16-18 уже лет, около 20 лет рынку онлайну. Что такое онлайн? Кто понимает, что такое онлайн? Это когда ты не идешь куда-то, а находишь какой-то ресурс, имея пластиковую карту, имея возможность связаться по интернету, заказать какой-то продукт, товар, услугу и купить, тебе ее доставить. Вот это онлайн покупка, без похода. В 2011 году, с момента существования компании, прошло уже несколько десятков лет, это 1998 год, даже не десятка, меньше, но 1998 год родилась компания SwissHeli AG в Швейцарии, в городе Пфефикан. В 2011 году, после подготовки, они вышли на рынок международного туризма со своим проектом, с демо-версией, потом бета-версией, потом запустили международный проект и уже в 2014 году запустили свою торговую марку. Называется розничные порталы бронирования. Они созданы для современного человека, современной IT-технологии для всех. Но именно этот портал в первую очередь рассчитан на то, что человек все равно добавляет в свою жизнь как можно больше преимуществ от новых технологий. Согласны? Что мы за последние 10 лет изменили. Что так думать, что мы изменили? Что мы стали, может быть, меньше, не Юлю хорошую или плохую сторону, стали мы меньше двигаться, стали больше сидеть. Письма перестали писать, открытки стали, смс-ки отсылать, фильмы стали по-другому смотреть. Ну, много в жизни произошло изменений, очень много. И мы понимаем, что человек, современный человек, который понимает преимущество онлайн, он, скорее всего, будет пользоваться этим, потому что там меньше риска. Он знает, что он работает напрямую с поставщиком. Он знает, что он способен, имеет возможность, благодаря интернету, не выбирая и не доказывая кому-то что-то, почему дороже, почему дешевле, а выбрать то, что ему нужно по карману. Сегодня он хостель берет, сегодня мы смотрели, там и по 7, и по 8 долларов, и в Европе, и в России есть такие хостели, но может взять и виллу на десятерых человек, которые стоят несколько тысяч, но в сутки находится в 7-100 долларов. Человек выбирает сам себе. И, конечно же, сейчас есть популярное такое понятие, что время дороже денег. Кто думает, что время дороже денег? Есть такие, да? Ведь, а кто свое время сливает за бесценок? А все. А говорите, что знаете, что безороже денег, да? Если по-честному так сказать, то все поднимут другу, потому что мы часто находимся в таком состоянии, когда говорим, да так, убиваю время. Я не хочу сейчас лекцию по тайм-менеджменту читать, но мы живем в этом мире, и мы такие где-то... Мы зачастую мы так вот свой час жизни... Кто знает, сколько час жизни его стоит? Кто считал? Годовой доход на 365 дней, на 24 часа и такую бирочку. Я стою 1 евро. В 5. В лучшем случае. В час, да, в час. И так мы продаем себя иногда хуже даже. Но есть понятие экономия времени. И мы идем к тому, чтобы дать возможность человеку сэкономить это время. Плюс сэкономить энергию. Не споришь, не доказываешь, не выпрашиваешь. Сам ищешь и экономишь деньги, потому что работаешь и делаешь это сам же. Современные технологии действительно ворвались в нашу жизнь. И они переместили зачастую в такие коробочки. У кого есть такая душа? Хорошо, поднимите руку, у кого две? С двумя секретами. Ну, с двумя секретами. Все равно два телефона считали, да? И все. У нас полбедная астропланца. Обычные два и три телефона. Вот так выглядит доступ нашего портала в любой девайс человека. Любой айфон, смартфон. А вот так выглядит сама программа. Вот это то, чем мы торгуем на этом рынке. Это то, что мы предлагаем человеку. Используя эту программу, человек имеет доступ к 1 миллиону 200 тысяч отелей по всему миру. 196 стран. От хостеля за 5-7 долларов, до виллы в Испании или в Таиланде. Человек имеет доступ теперь к спецприложениям отелей, которые раньше никогда ему не были доступны. Обычному человеку. Это доступно было турагентам, туроператорам. Теперь человек напрямую может посмотреть, какой отель, какие дни, когда делает скидки. И ехать тогда, когда скидка. Кто готов сместить свою работу куда-то и поехать в тот день, когда неудобно в среду? У кого в среду рабочий день? А в среду 20 долларов в отеле стоит, а в понедельник 300. Кто сможет поехать за 20 долларов вместо труска? А сработает труска? Конечно, есть. Хорошо. Вот есть такие спецприложения отелей. Есть экскурсии, нужно нажать кнопочку, иконка экскурсии. Вас спрашивают, страна или город? Ты нажимаешь, страна или город? Тебя спрашивают, музей или футбол? И ты сам там ищешь. Точно так авиаперелет, только откуда, куда. Нажимаешь кнопочку трансфер, а в каком аэропорту вас забрать? Нажимаешь иконку бронирования автомобилей, спрашивают, а в каком городе вы хотите? Нажимаешь там Берлине. А где вы хотите его оставить? В Мадриде. Цена автобуса, цена маршрутки, цена машины. 17-15 евро по Европе в сутки вы будете путешествовать. Вот такая услуга. Там, конечно, внутри еще есть страховка, горнолыжные курорты. Наша цель дать человеку, обычному человеку, полный туристический портфель. Со всеми услугами, которые существовали в рынке оффлайн. Практически все услуги уже перешли в интернет. Наша цель в 2011 году была стать номер один в мире отельного бизнеса. И на сайте первом, кто захочет поинтересоваться и найдет сайт 2011 года, обложка была другого цвета, было написано 5 звезд по цене 3. Все. У нас не было ни авиабилет, никаких дополнительных услуг. Мы номер один в отельной базе. Компания год, полтора даже, почти два года держала эту марку, а потом поняла, что нужно добавлять и другое. Не всех интересует 5 звезд, особенно после входа в постсоветское пространство в 2012 год. Компания понимает, что есть рынки, где довольствуются и тройками, и двойками, и квартирами, и хостелем. Не все хотят жить в пятерке. Даже понятие такое, что в пятерке по цене тройки. Я соприкоснулся с этим. Когда говорят, вот пятерка, она стоит 300, но у нас она 90 долларов. Отдохни. Я говорю, не, я лучше 87, но в тройке. До такой степени мы немножко где-то были сужены, что пятерка в Хилдон, в центре, это очень дорого. А когда говорят, что это одна цена, как и тройка у тебя, то не все даже изначально, даже мы, имея уже чек, мы все равно приезжали, смотрели троечку, там, ну, чтобы, а как в пятерку заходить? Там же сколько, там кофе дорогое. Были такие мысли. Можно забронировать любой отель. И в любом отеле вы праве выбрать одну ночь в стандарте. И почему это выгодно? Если вы заплатите туроператору и турагенту, то вам дадут те ночи и те номера, которые есть у них в разнарядке, и они отдали. А вы согласны, что если вы взяли люкс, то вы взяли с питанием люкс, то вы заплатите по полной, хотя вы целый день были на экскурсии? Согласны с этим? Да. И не воспользовались спад-центром, хотя это все будет стоимость. Вот понимая то, что ты приезжаешь, а туроператоры так и делают, что у тебя тур считается сегодня с 17-го числа, но привозят тебя в основном когда, в отель, после обеда. И он у тебя заканчивается с 25-го. Но 25-го в 6 ты уже в самолете или в 7, уже едешь в аэропорт. Это доходы, определенная структура. Здесь вы можете что сделать? В день заезда вы можете взять себе тройку или самый дешевый номер. Потому что вы знаете, вы приехали, чемодан бросили, возможно никуда не сходите. Но в день отъезда или в день отдыха вы можете взять себе люкс. Причем, когда берешь люкс, лучше к Тане не брать. Вы можете, конечно, взять бунгало приехать. Но вы можете взять на десятерых и виллу. Это будет стоить отдельно, чем бунгало. Просто надо научиться использовать эти ресурсы. Вот в 2011 году нас предоставляли человеку два крупных гиганта на то время. Хотелсно, турецкий дискаунтер и ГТА, нулевер. Внимание сюда, не отвлекайтесь. Но человек найдет себя. Через несколько, через полтора года где-то зашел к нам бутинг, островок, прайслайн. Кому это ничего не говорит, не расстраивайтесь, я тоже этого не знал. Но это крупные гиганты онлайнового рынка. И сейчас у нас нашу программу уже используют самые, скажем так, именитые в туризме. Это все наши поставщики. Это не просто фотографии брендов или какие-то логотипы, нет. Это здесь только те, кто максимально нас представляет на портале. Конечно, есть более мелкие, их уже около 60. Только у Островка, у одного Островка, кто знает, это российский оператор. Островок.ру только у него 36 поставщиков. Ну, сейчас 34. 34 поставщика, только у одного его. Это многотысячная база. HRS, испанский, или там Hotelbeds, туевский. Это поставщики, которые по 65 лет на рынке. TripAdvisor, это здесь единственный, это не поставщик. Это тот, который дает. Благодаря ему мы видим оценку всей отельной базы мира. Мы можем почитать практически оценку о любом отеле, который существует. Продолжение следует.